Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это OnePlus 11R. Изначально он вообще выпускался как для индийского рынка, но сейчас продается, пожалуйста, в России, можно купить в разных магазинах. И еще такая же модель, как я понимаю, есть Ice 2. Самое интересное, что, честно скажу, вот впервые, наверное, лет года за 4-5 у меня был OnePlus 6. Мне понравился OnePlus, вплоть до того, что я даже рассматриваю его к покупке не сейчас, а, возможно, в будущем. Почему? Потому что здесь наконец-то допилили нормальную камеру. Притом этот аппарат, вот все эти приставки после цифры, названия модели, они являются вроде как, де-факто, немножко облегченными флагманами. Но по факту, если не брать того, что он не умеет писать 4К на широкоугольную камеру, что странно, объясню, почему это странно, то в остальном прям вот вообще топ. Учитывая, что стоит еще там 45 тысяч на старте продаж, ну ладно, не на старте продаж, это все так полуофициально, но сейчас май 2023 года, купить его можно, на мой взгляд, за адекватные деньги. Чем же он хорош? Плюсы-минусы в этом обзоре. Погнали. Первое. 204 грамма весит аппарат. Наконец-то батарейка 5000 мАч. Никаких тебе компромиссов, там ни 4500, ни 4700. Нормально, как у всех китайцев типа Xiaomi. Ну, точнее, как у Xiaomi. У них все батарейки хорошие. И на Redmi серии, и на флагманских. Прекрасно. При этом телефон не выглядит громоздким и большим за счет того, что рамочки минимальные. И при этом рамочки относительно небольшие. То есть телефон выглядит как большой экран. И я-то всегда подчеркиваю, рамки действительно небольшие. Есть экран водопадом, я знаю, некоторым это совсем не нравится. Я этого не понимаю, потому что я годами пользуюсь телефонами, у которых скошены края. Тут все хорошо. Никаких ложных нажатий я не наблюдаю. Иконки, они сдвинуты немножко. Проблем нет. Наоборот, красиво. Единственный минус такого решения, если телефон падает, то с вероятностью там вообще под 100% разобьется. Либо углы бьются. У меня так было. У меня углы бились на телефонах. По экрану сразу скажу. С весом разобрались, батарейка разобрались. Единственное, отмечу, прям вот большие красавчики. В комплекте 100-ваттное зарядное устройство. Это просто прекрасно. Великолепно. OnePlus продолжайте в том же духе. Вы выделяетесь на фоне конкурентов. Классно все с зарядкой. Единственное, беспроводной зарядки нет и водозащиты нет. Это все-таки не флагман. Так вот, по экрану 6,7 дюймов много, но выглядит органично, выглядит хорошо. Прекрасный, сочный и яркий экран с частотой обновления 120 Гц. Единственное, и Samsung, кстати, также и OnePlus. Здесь либо высокая частота обновления, либо 60. А есть автовыбор еще на некоторых брендах. Здесь этого нет. Мелочь, но все-таки отмечаю. На самом деле, ставьте 120 Гц, телефон быстрый, шустрый, настолько быстро и все летает. Слов просто нет, насколько он шустрит. Реально, быстрее даже, чем Xiaomi 13, быстрее, чем iPhone, быстрее, чем Samsung 23. Я всех тестировал. Этот прям реактивный. И только не думайте из-за того, что здесь очень много оперативной памяти. Здесь 12 гигабайт и можно расширить. У меня это в голове не укладывается. Я это сделал и вам рассказал. А, 16, простите. Здесь 16 гигабайт оперативки. Можно расширить еще на 12. Можно сделать 26 гигабайт оперативки. Честно, вот было 16, телефон летает. Этим все OnePlus отличаются. Он очень быстрый. Реально быстрый. Но я добавил еще сюда, и у меня получилось 26. Разница на глаз незаметна, но, может быть, кому-то это душу греть будет. Пожалуйста, не жалко. Здесь 256. Ну, в этом плане меня он, конечно, поразил. Телефон очень быстрый. Просто его, знаете, держишь, просто ракета. Это действительно быстрее, чем текущие флагманы. Мы их делали большое сравнение, и это очень быстрый телефон. Уж не знаю, что тому причина, честно. Все вроде у всех одинаковое. Вся начинка хорошая. Snapdragon, память быстрая. Все хорошо. Но этот прям вот топ. В лучших традициях современных телефонов. Разъема для наушников, конечно, нет. Но к этому мы привыкли. Зато есть нормальные стереодинамиками. OnePlus иногда отличаются. Тоже могли забить на это. Здесь в 11R полный порядок. Нормальные динамики. Единственное, все-таки они уступают тому же Samsung или даже Xiaomi или iPhone. Безусловно, уступают немножко, но все-таки уступают тем, что очень много высоких частот. Я одними и теми же файлами специально уже привык. Здесь динамики на уровне телефона среднего. С другой стороны, он не стоит на старте продаж 100 тысяч. Простить можно. Но несколько переизбыток высоких частот не очень комфортно слушать на грубкости выше 2,3. Но это, опять же, немножко субъективно. В остальном, если заканчивать внешним видом, про экран рассказал, про батарейку рассказал. Отмечу, здесь есть инфракрасный порт и специальное приложение, чтобы можно было, к примеру, кондиционером управлять. Немножко скользковатый, но в комплекте есть бампер, но можно носить и без него. Рама пластиковая, а здесь защитное стекло Gorilla Glass 5-го поколения. Они очень консервативны, эта компания OnePlus, просто до невозможности. С одной стороны, это хорошо. К примеру, никуда не делся прекрасный переключатель, даже лучше, чем на айфоне. Почему? Потому что на айфоне только одно положение, здесь два. Первый режим это вибро, а второй режим без звука полностью. переключатель этот очень люблю, и мне на многих телефонах его не хватает. Но вот то, что кнопки громкости, они разнесли на нижнюю сторону телефона, когда держишь его так, это неудобно, иногда я их задеваю. Я предпочитаю, когда кнопки под большой палец правой руки, но это лично мне удобно. Островок под фронтальную камеру небольшую. Ну, давайте о камерах и поговорим. И еще одна причина, почему этот телефон мне зашел впервые за пять лет. Хорошее качество фотографий. Единственное соговор. На широкоугольную камеру качество фото несколько хуже, но тоже достойно. Друзья, вот у меня нет под рукой всех этих топчиков 2023 года. Galaxy S23, iPhone 14, Xiaomi 13, но было бы очень интересно сравнить аппарат, который де-факто не является флагманом, на мой взгляд. По крайней мере, на основную камеру делает и Pixel. Безусловно, с Pixel надо в первую очередь сравнивать. Безусловно, делает просто бомбические фото. Реально классно. Посмотрите, вы видите их на экране, плюс еще ссылка на облако. Оригинальные, необработанные. Смотрите, да, фронтал, да, широкоугольная будет несколько хуже. Это выдает аппарат все-таки то, что вот это не чистый флагман, а с компромиссами небольшими. Ну, что касается основной камеры, просто космос, просто пушка. То же самое при приближении, на самом деле, и 5- и 10-кратный зум есть, но уже не такой хороший мыло появляется. Но мы и не будем с него требовать многого. Также мне понравилось качество видео. Это урезано специально компанией OnePlus. Почему? Потому что здесь Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Это просто легко ворочает на широкоугольные камеры 4К. Ну, да ладно, это я придираюсь, мне всем это нужно. Опять же, ситуация точно такая же. Если мы берем и пишем либо 4К, либо 1080 на основную камеру, у нас неплохая стабилизация. OnePlus 11R. Качество видео 4К. Основная камера. А вот широкоугольная камера только Full HD. 4К включить нельзя, к сожалению. Это ширик и только Full HD. Основная камера. Качество Full HD. На ширик переключиться в реальном времени, к сожалению, нельзя. Да, не такая крутая, как на айфонах, самсунгах и... Ну, все равно можно сравнить. Не такая крутая, но в целом хорошая. Можно снимать видео с отпуска, можно влоги снимать. Качество будет хорошим. При том, что удивительно, и 4К, и Full HD разницы особо нет. Мы на большом мониторе смотрели. Разницы почти нет. Качество и там, и там хорошее. Это, если мы говорим про основную камеру. Остальное просто топчик. При этом, знаете, я же их тестирую все, ни один не пропустил. Все новинки на канале, обзоры есть. Вот этот, это прогресс. Здесь хорошая камера, здесь хороший отличный экран, здесь хорошая батарейка, здесь все хорошо с небольшими нюансами. Что еще? Да телефон новый, там, Bluetooth 5.3 поддержка. Все, что нужно, есть, там, какие-то вещи базовые, там, NFC, естественно, все это поддерживается. 5G, ну, естественно, поддерживается. К дизайну есть некоторые вопросы. Притом, это, знаете, чисто субъективщина. Но мне как-то не заходит такой дизайн. Лично мне. А вам, может быть, нравится? Напишите, нравится вам такой дизайн или нет. Получается, круг. В общем, постарались, с одной стороны. Молодцы. Еще раз повторю тогда в заключение. Телефон мне понравился за счет чего? Во-первых, здесь, ну, и в прошлых поколениях тоже были классные экраны. Здесь все хорошо, это настоящий флагман. Но, наконец-то, здесь реально хорошая батарейка. За небольшую цену, повторюсь, 45 тысяч, и он ваш. Здесь реально хорошая камера. И можно сравнить с любым пикселем, даже последним. Я думаю, если проиграет, то не сильно. Здесь очень неплохое качество видео 4К и Full HD. Немножечко раздражает плохое качество на широкоугольную камеру. Чуть хуже качество фото. Динамики не такие хорошие. Но, извините, цена. Его не выкатили за 80 тысяч рублей. Его выкатили за 45, что я считаю адекватно. Поэтому, если вы хотите телефон относительно небольшой, да, 6,7 дюймов это много, но все-таки он относительно компактный. С хорошим экраном, 120 герц. Если вы хотите все, что перечислил, все в нем прекрасно работает. И не троттлинг, кстати. Мы не поленились и провели троттлинг-тест. Пожалуйста, гоняйте свои любимые шутеры или там танчики. Будет все прекрасно. Воздушное водяное охлаждение здесь, насколько я помню, все хорошо. То, пожалуйста, прям вот этот OnePlus. Еще раз подчеркну минусы, на мой личный взгляд. Динамики не такие хорошие. Даже на моем Pixel 6, вот уже старичок, уже 2 года, здесь динамики лучше. Здесь они громче, но здесь они прям вот некомфортно слушать. Высоких много. Придирка, но все-таки. Повторюсь еще все-таки, качество видео на ширик, оно плохое. И фотографии на ширик все-таки уступают. В остальном, просто вот здесь такое выражение, смартфон просто пушка. Пожалуйста, мне прям зашел. Молодцы. Реально молодцы. На этом сегодня все. Не забывайте 100-ваттная зарядка. Не забывайте, цены можно посмотреть по ссылке под этим видео. И, конечно, не сжатое видео и не сжатый пример фотографий под видео. Ну и, конечно, отпишитесь, купили вы себе такой телефон или что-то лучшего, эти деньги найдете. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением. Давид Арстайл. Счастливо, друзья.